Верность присяги 15 февраля день вывода советских войск из Афганистана. Междупулеметная замолчала навсегда. О чем вспоминают в преддверии Дня памяти и скорби. Телефонные аферисты в Могилеве по горячим следам задержали мошенников. Они признались, что нашли незаконную подработку в мессенджере. Сколько просили за помощь. Не сидеть без дела. Управление по труду занятости и соцзащите проводит электронную ярмарку вакансий. Выплачивается стипендия безработным гражданам. Какие профессии в тренде. А также отечественное оздоровление, рост инвестиций и учебная статистика. Белстат подсчитал, сколько человек учится в школах и вузах республики. Кто в лидерах? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. На днях исполнится 35 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Это праздник ветеранов боевых действий, а также День памяти и скорби о погибших на той войне солдатах. Виталий Гаврусев продолжит. «Танки, пехота, пылище, жара. На операцию вышла броня. Колонна ниткою стала. Единым целым из людей и металла». В мае 2020-го эти строки Вячеслав Шитковец посвятил всем живым и павшим, кто с честью и достоинством выполнял свой воинский долг в Афганистане. С той войны он привез не только воспоминания, но и награды. О своей службе рассказывать не любит. Трудно вспоминать. Как и многие афганцы, немногословен. «Прозвали меня в 79-м году и в 83-м году. Служба, как обычно, бывает в армии. У вас предписание туда, в тот округ, в туркестанский, в сибирский или какой. Ну, у меня в Афганистан». Вячеслав Шитковец родился через 10 лет после победы. 9 мая 1955-го. В деревне Новый двор Пинского района Брестской области. После школы в 72-м поступил на физфак. Работал в одном из институтов Академии наук. Но жизнь уготовила ему иной путь. «Должна была следовать колонна с грузом, как у нас сейчас говорят, гуманитарным грузом, которая обстреливалась и под контролем Душманова находилась. И пулеметная агентство Душманское находилось прямо возле этой дороги. Ну, его никак не обойдешь, не объедешь, все равно попадали под обстрел. И нужно было что-то с этим пулеметным гнездом делать. Как-то его обезвреживать и остановить его, так сказать, обстрел от того участка дороги». Крупнокалиберный пулемет бил длинными очередями. Подобраться к Душману незаметно можно было только с южного крутого склона. Решение рискованное, но единственное верное в такой критической ситуации. Его подвиг был отмечен орденом Красной Звезды. По званию операции связались с артиллеристами. Артиллеристы поставили дымовую завесу, то есть все это прикрыли, спрятали. И под покровом этой завесы дымовой зашли в тыл. Ну, я еще, командир определил меня пять человек, своих таких надежных солдат, сержантцы и солдаты. И мы с обратной стороны зашли, он просто не ожидал, что мы окажемся у него за спиной. Ну, и все было очень быстро закончено. Гнездо пулемета я замолчал навсегда. К счастью, друзей на войне не потерял, все остались живы. И даже там Вячеслав Щитковец строил планы на жизнь и писал весточки домой. А тут его ждала жена и маленький сын. Конечно, переживала и плакала. Письма писала. Молила Бога, чтобы вернулся живой, здоровый. После Афганистана Вячеслав Щитковец служил в различных подразделениях Белорусского военного округа. На пенсию вышел в звании подполковника. Сегодня он инженер-конструктор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. С супругой Людмилой вместе уже 46 лет. Вырастили двоих сыновей старший. Как и отец инженер, младший нашел себя в IT-сфере. Но если бы пришлось еще раз прожить жизнь заново, то этот период своей жизни он бы не выбросил. Снова выбрал бы дороги Афганистана. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Бобруйск, 360. Дорогая подработка. В Могилеве по горячим следам задержали мошенников. В милицию обратила 72-летняя пенсионерка. Пострадавшей позвонил лжеследователь, который рассказал, ее родственница стала виновницей ДТП. Решить вопрос реально цена 20 тысяч долларов. Женщина передала деньги паре курьеров. Таким же способом задержанные завладели средствами еще двух жительниц областного центра на общую сумму более 85 тысяч рублей. В течение нескольких часов сыщики установили личность и заряжали подозреваемых, жителей Смоленска. Они признались, что нашли незаконную подработку в мессенджере, при этом осознавая, что за это им будет грозить уголовная ответственность. К слову, осуществить задуманное арестованные не успели. Чужие деньги так и не дошли до адресата. Потому в полном объеме возвращены потерпевшим. В отношении россиян возбуждены уголовные дела. ДОП, транспорт, рассвет кинематографа и белорусская медицина. В 2023-м лечение в отечественных организациях здравоохранения выбрали 134 тысячи граждан из 149 стран. Как предпочитают поправлять здоровье? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Благодаря инвестициям в основной капитал предприятия Беларуси на треть увеличили закупки оборудования. По итогам 23-го сумма вложений выросла почти на 8 миллиардов рублей и достигла общей отметки без малого 36. Почти половина всех вливаний из собственных средств организаций. В минувшем году лечение в отечественных организациях здравоохранения выбрали 134 тысячи граждан из 149 стран. Белорусскую терапию предпочитают жители Австрии, Бельгии, Черногории, Сербии, США. В топе кардиология и онкология, а также неврология, стоматология и нейрохирургия. Ажиотаж обусловлен постоянным развитием высоких технологий. Чаще всего в 2023-м белорусы покупали ракообразных моллюсков и икорные изделия. Продажи увеличились на почти 50% в сравнении с 2022-м. Всего было реализовано более 6 тысяч тонн морепродуктов. Кроме того, популярностью пользовались свежие огурцы, минеральная вода и сыры. Меньше всего жители республики приобретали мясо, в особенности говядину – минус 23%. Более 70 дополнительных поездов назначило БЖД в дни февральских и мартовских праздников. В основном они будут курсировать между Минском и Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. Также составы будут ездить и в межрегиональном сообщении. Наибольшее количество предусмотрено на 7 марта. Конкурс сценариев для фильма о белорусской школе и учителях объявлен в республике. Согласно условиям, хронометраж не должен превышать 85 минут. А сама история призвана продемонстрировать путь педагога к успеху. Заявки для участия принимаются до 15 февраля в электронном формате. Производство намечено на 2024-2025 годы. В стране изменены сроки регистрации на ЦТ. В этом году она пройдет с 9 по 22 апреля. До самых главных экзаменов у абитуриентов остается меньше 4 месяцев. 27 мая дата CE и ЦТ для выпускников прошлых лет по предмету на выбор. 30 мая по белорусскому и русскому языкам. 3 июня ЦТ по всем учебным предметам. Репетиционное тестирование – отличная возможность проверить знания и адаптироваться к условиям сдачи вступительных испытаний. В Бобруйске и РТ можно пройти в автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах. Необходимо зарегистрироваться на сайте Института контроля знаний, оплатить данную услугу, она стоит 10 рублей 90 копеек, распечатать пропуск. И с этим пропуском, документом, удостоверяющим личность, черно-гелевой либо капиллярной ручкой с пастой черного цвета, прийти уже в пункт проведения тестирования. Испытания организованы по 15 предметам за курс общего среднего образования. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте Автотранспортного и аграрно-экономического колледжа, или РИКС. В 20-х числах февраля участники получат решение заданий теста. Рабочие будни Управления по труду, занятости и соцзащите проводят электронную ярмарку вакансий. 7 февраля с 10 до 12 часов соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенным перечнем профессий, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. В период обучения в Управлении по труду в полном объеме возмещаются затраты, связанные с процессом обучения. Также выплачиваются стипендии безработным гражданам и возмещаются расходы, связанные с проездом и проживанием граждан, проходящих обучение вне пределов города Бобруйска. Список востребованных профессий немал. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. В среднем обучение длится от 1 до 2 месяцев. За 2023, к слову, 100 граждан были направлены в группу переквалификации. Сразу после нас в Бобруйск Live моя коллега Мария Бересневич выяснит, какая продукция вкуснее мишек Хариба и дрожжей ММДЭМС. Расскажет, можно ли назвать сладкой жизнью директора красного пищевика и ответит, что важнее – товар или маркетинг. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»